Девушкин 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 но потом её на тёрке было, и чуть-чуть посоли, и забудь. Сейчас вот мы вот такими кусочками нарезаем печень. Я, друзья, специально настоял на том, чтобы Света... Да, я что-то сейчас уже так... Давай, заливаем. Отдыхаем. Заливаем морковь. И сколько у нас должна печёнка эта вариться? Ну, минут 20 до готовности. Значит, друзья, три большие морковки. Вот, покажите, вот видите, морковка хорошая. Чтобы они за водичкой скрылись, да? Чтобы скрылись морковки за водичкой. Мы... Это начало песни. Так, есть. Всё, вот это мы подготовим. Вот скажи, когда ты занималась спортом, по-настоящему я имею в виду, когда ты готовилась ко всем соревнованиям, олимпиадам, вот это был... Это же... Ну, это вообще с детства же. Вообще с четырёх лет меня отвели в спорт. Вот, с четырёх лет добрые родители отвели тебя в спорт. Ну, правда, добрые, хорошие родители. Добрые, ну, никто ничего не говорит. Мне очень интересно узнать про еду в спорте. Вот ты могла себе позволить, когда ты захочешь, есть салат с печенкой? Легко. Легко. Я звонила маме. Мама, приезжай. И она с сумками ехала ко мне на базу. Так, что мы делаем? Барь, мы делаем лук очень мелко. Когда мы делаем весь лук, порежем его мелко, потому что часть я для печеночного салата потушу на сливочном масле. О-о-о! На сковородочке сливочной, заметьте. Вот, а часть мы оставим для мяса, которое мы посыпем лучком. Лучочком, да? Скажи, ну, ты поможешь мне, порезать? Помогу. Поможу. Поможу. Ну, вот, друзья, мы, конечно, заговорили на своём родном языке. Поможем. Поможем. Так, значит, совсем мелко, да, Мария Жеменовна? Максимально мелко, да. Тогда расскажи мне, вот ты лук, я смотрю, достаточно быстро начнешь резать. А где же ты училась вот этим рецептом? Ну, во-первых, смотри, у меня очень хорошо готовит мама, у меня очень хорошо готовит папа, у меня сестра замечательно готовит. Конечно, когда я была в спорте, но я уже отстаю, потому что я рассказываю. Вот, когда я занималась своим любимым делом, спортивной гимнастике, мне, конечно, не было время готовить, и, понятное дело, я практически не умела. Но потом, Ваня, когда появляются мужчины, знакомые. А в спорте наступает такой момент, когда появляются мужчины? Да, ну, ты знаешь, путь к мужчине лежит через желудок. Да. Вот, приходится, сначала, как мы всегда учимся, начинаем с яичницы, потом с варенья сосисок. А самое первое блюдо, которое ты приготовила? Это был борщ. Борщ? Борщ. Ты сразу замолчнула, если я не знаю. Ну, во-первых, конечно, это я маме звонила, спрашивала, ну, нельзя же так просто, правда? А мама, наверное, говорила, наш это первый раз готовит. Надо поддержать. Помогла мама тогда приготовить? Конечно, конечно. Ну, были там моменты некоторые. Ну, ладно, господи, были. Ну, и что? Ну, съел. Съел, да? Съел, да, вот это там. И, наверное, еще, зная, понимаешь, про твой спортивный, боевой характер, и прихвалил, наверное, даже, да? Ну, понимаешь, деваться некуда, а тем же. Так, значит, мы мелко нарезаем лучок. Вообще, лук является ингредиентом ко всему, и мы его будем делить, потому что он у нас пойдет и в салат, да? Да, но в салат он пойдет немного больше, чем в мясо. Ну, в принципе, если так посмотреть на мясо, сколько у нас есть, наверное, все-таки по полам. Скажи, а были какие-то продукты, которые тебе вообще строго были запрещены, когда ты занималась профессиональной спортивной? Ну, конечно, нам нельзя там пирожные. То есть вообще нельзя пирожные? Ну, конечно, тортики, это только позволялось на праздники. А есть такое, знаешь, как вот в балете, когда там взвешивание, когда... Что? Два раза в день, утром и на вечер. Два раза в день? Взвешивание утром бывает до зарядки, бывает после зарядки. Подожди, вот расскажи, давай твой день, вот спортивный день. Подъем без 15,7. За без 15,7, как у нас без 15,7 прозвенит у всех на будильнике? Ну, самое интересное, знаешь, мы как ставим будильник? У кого-то в 40 звенит, без 20, у кого-то в 42, 44 и 45 мы все-таки встаем. Ну, понимаешь, нехотя, потому что с утра, а то он должен переворачиваться там в два раза через голову. Вот. Мы идем в зал, мало того, что идем, мы бежим туда. То есть вот вы с утра просыпаетесь и бежите сразу в зал? Не завтрак, ничего, просто сразу пробежали. Нет, это голодный желудок. Но мы умудрялись за 15 минут до 7 часов сварить себе кофе, съесть какой-то бутербродик. Я бы сказал, спортивное утро, кофе, бутербродик, сигаретки не хватает, знаешь. Ну, не мало, подмахнутые спортсмены в сборной олимпийской. Ну, Вань. Все, на пробежку пора. Так, хорошо. Да, наверное, хватит. Мы будем тушить, да, лук, и думал, хватит. Мы тоже тушим на свечном масле. Да. Хорошо. Я напомню, просто напоминаю всем еще, что у нас закипает только вода, печенка. Да. Здесь уже практически тоже закипает морковочка. Все. Мы ждем. Мы ждем дальше. Наверное, знаешь, у нас все так практически готово для того, чтобы сделать салат. Теперь, наверное, займемся мясом. Стоим мясом. Хорошо. Ну вот, вы пробежали. Прибежали уже в зал. В зал прибежали. Разминаемся нехотя, естественно. И вперед. Подкачка, то есть, знаешь, отжимания там, ну, грубо говоря, подтягивания, хотя этого не было. Стоит стройная, худенькая, красивая, грубкая девушка. Я скажу, как она 21 год, ну, не 20, ну, практически. Практически. Практически 21 год, после кофе с утра отжимала. Жуть как-то. И хорошо, сколько занимает вот эти отжимания? Нет, ну, это идет где-то полтора часа. Полтора часа, и потом завтрак. Потом какой завтрак, Ваня? Потом ты идешь на весы. Идешь на весы? Да. Так. И что? И что? И если на весах что-то не то? Зашкаливает. Зашкаливает. Больше, чем 300 или полкилограмма. Видите, вес какой должен быть у спортсменов? 300 граммов. Небольшие спортсмены легкие, так. И если зашкаливает, то что? Ну, все тебе говорят, что за дела. Та-та-та-та-та-та-та. Выговор. У тебя все желание позавтракать перебили. Все идут кушать. Ты идешь тупо в свой номер. И дожидаешься второй тренировки. Которая начинается в 11. Зарядка закончилась в 9. То есть с 9 до 11 вот этот завтрак. И отдых. И отдых. Да. И отдых. И в 11 у тебя вторая тренировка. Но ты должен прийти в пол 11, так как ты должен подготовиться к ней. Замотать ноги, руки, голову. Там еще. Глаза. Да. Вот. Слушайте, вы понимаете, друзья, вы понимаете, вот никто не представляет себе, когда мы смотрим, знаешь, обычно, как мы все сидим в Олимпийские игры. Чипсы, как мы это любим, так сказать. Все красиво, все замечательно. Жареные куриные ноги. Вот это все. Мясо на рюмпушках, пиво. И все сидят и говорят, ну давай, ну что ты там. Помните об этом? Когда будете, если следующую порцию куриных ног, друзья. Свет, скажи, мы нарезаем стейками, да, вот эту свинку? Да. Жирная шеечка, вот она у нас такая. Хорошая, хорошая. С жирочком. Да, да, да. Вот она такая у нас. И мы... Я удивительная, я вам бы такие вещи сегодня готовить, подумают, но сама-то... Ешь ты их или нет? Очень, я очень люблю. Ну, почему же мы... Так, закипела морковка. Посмотрите. Друзья, вот раздавайте внимание, пена, пошла большая, сильная пена. В принципе, ее можно снять. Так, Света, давай я тебе предложу сейчас вот... Пенку снимать. Снимать пенку, ты пенку снимаешь, лучок помешиваешь, так сказать, царит, так сказать, красота и уют у нас на кухне. А мы, друзья, с вами прощаемся на небольшой рекламный перерыв, после которого вы узнаете, почему многие спортивные обозреватели думали, что Ботвинья – это жена великого гроссмейстера. Это наш опять после вчерашнего трюфеля на огороде искал Андрей Платонов, котлован. Доброе утро, друзья, еще раз. Это Смак на первом канале. У нас в гостях Светлана Коркина, если вы готовите печеночный салат и запекаем свиную шейку. Для печеночного салата у нас практически во время рекламы, друзья, пока вы смотрели рекламу, у нас тут ничего не останавливалось, у нас сварилась печень. Свет, ты можешь определить, сварилась печень? Да, пора уже снять. Пора. Как, кстати, определить, что она сварилась? Вот как ты понимаешь? Самое простое – взять и попробовать. Взять и попробовать. Давай. Мы ее должны остудить, давай, да. Давай, доставай печень. Я напомню всем еще раз, что Света откассировала лук в сливочном масле, и лук остывает, потому что он для салата. А вот здесь у нас варится... Морковь. Морква. Морква. Морква, звонят колокола. Морква, сиденье, купола. У меня эта песня Сергея встречает, когда я приезжаю из Санкт-Петербурга. А, да? А у нас, знаешь, мы когда выезжаем с Белгорода, отъезжаем и приезжаем в Белгород, славянка поет. Славянка поет. А, то есть пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Да, вот, значит, печенка у нас остывает. Ваня, я еще лук переложу, чтобы тоже быстрее остыть. Лук тоже остывает. А мы пока, наверное, займемся палатой, пока у нас наркут. Занимаемся палатой. Что мы должны сделать с этим? Мы должны его отбить. Отбить, да. Пожалуйста, я хочу посмотреть. Как я буду это делать? Так, как она Хоркина при помощи деревянной колотушки. Колотушка тук-тук-тук. И так мы отбиваем, да? Нам не надо слишком много, сильно, сильно. Мы его так, знаешь, слигоря, слигоря. Раз, ты взял. И с другой стороны. Просто для того, чтобы лучше было оно такое... Во-первых, чтобы было помягче, во-вторых, оно быстрее у нас запечется. Давайте вам аплодируем. Олимпийский сельон, гидроссоидый, молоточек. Да, да, да. Давай, я... Смотри, потом вот так сделаю. Смотри, что делается. Так, чтобы оно было такое... Ну, чуть-чуть, так. Так, хорошо. Потом же мы их посолим, поперчим. Поперчим, хорошо, я беру и перекладываю. Но вот больше где вот эти жилочки, знаешь, чтобы они пробили. Не надо грушу вешать. Кого ты ненавидишь, можно взять просто. Да. А ты ровняй. И представлю, вот ты кого представляешь, когда мясо пиваешь? О-о-о. Есть, да, такие люди? Сборную Румынии, спортивной гимнастики. Ну нет, это уже отошло нам. Отошло уже. Конечно. Это уже было в той жизни. Сейчас уже другие люди. Да, к сожалению, бывает, хватает нам в нашей жизни. Так, хорошо. Вань, вот я люблю не сильно солёное. Да, я полностью поддерживаю. Потому что соль, знаешь, задерживает воду в организме, потом... Да. Вот, ты наметил? Мы посолили, теперь поперчим. Просто посолить, поперчить. Хорошо. Хорошо. Ты переворачиваешь, да? Переворачиваю. Ну, так, по всему объёму мяса, или, как сказать, по периметру. В общем, по всему мясу мы так солим, перчим. Так, я проверю морковочку, прости. Мне кажется, что морковочка готова. Практически. Она готова. Значит, мне тоже надо выловить и... Давай, я её сейчас просто, эту морковочку... ...понастыла. Потому что, конечно, салат можно есть и в тёплом состоянии, и когда салат постоит и в холодильнике. Вот, друзья. Так что уникальная вещь. Вот. Вань, я пошла опять в холодильник. Я пошла в холодильник. Нет, я взяла из холодильника, у тебя майонез. Майонезик, да. Что мы делаем? Что мы делаем с майонезиком? Мы берём, помажем сверху мяско. Давай вот эта штучка. Вот это, друзья, называется... Диетическое питание. Диетическое питание спортсменов. Есть, да? Да. С другой стороны? Нет. А, что мы делаем дальше? Берём лучок. Берём лучочек. И смотри, вот так вот. Чик-чик-чик-чик. Аккуратненько посыпаем. Посыпаем, да. Ну, чтобы... То есть майонез выполняет роль такого связующего звена между... Конечно. Связной. Оно пропитает мяско. Вот. Вот, смотрите, что мы сделали. Видите, какая штучка. Очень красиво получилось. Да. Дальше мы берём помидол. Помидол. Так. Берём. Что нужно с ним сделать? Мы аккуратнее. Кружочками? Да, кружочками. Давай, прямо я... Я сейчас прямо сделаю. Вот такими, наверное, да? Ну, можно лужа. Вот такими? Да. Давай. Давай. Как? Правильно. Вот так. Прямо напоминает бутербродик такой. Так? Да. Помидоры. Дальше. Нужно теперь просто... Мы берём опять сливочное маслице, да? Вот так мы его... Оп. Налилочку. И помазать. Хорошо, спрашиваю. Помазать, помазать. Посмотрите, да. Для чего сейчас... Давай я... Можно ручкой? Пожалуйста. Есть у нас, да? Ну что же, можем выкладывать? Да. И теперь, как тебе хочется... Я, ты знаешь, вот поставь... Свет, ну, помогай. Вот сейчас, подожди. Ну, вот. Давай, как тебе хочется. Вот так? Да? Вот так? Вот так вот, да. Вот. И? И? Так. Вот. Мы красиво, смотри. Подожди. Ничего страшного. Соскользили помидоры. Вот. Мы их положили спать. Ну что? Теперь им пора. Всё, покрывать. И теперь, друзья, свет открывай. И мы вставим прямо вот, да, наверное, где-то... Ну, пониже, я думаю. Пониже. Центр. Да. Давай центр. Самый центр. И закрываем. Всё. Всё, 180 градусов у нас стоит, друзья. И у нас есть сколько? Минут 30. Минут 30. Друзья, пока мясо будет запекаться, Светлана своим острым взглядом уловила одно несоответствие у нас. У нас много печенки и... Маловато лука. Маловато нам пассированного лука. Так, я умею уже это дело делать. Ну-ка. Да, всё получилось. Смотрите. Я прошу вас поаплодировать сейчас, Света. Она первая гостья, которой самостоятельно без моей помощи удалось зажечь огонь. В нашей студии, как мы называем? Давай я говорю олимпийский огонь. Олимпийский огонь. Ты несла его, да? Нет, нет, я не несла. Ты никогда не несла олимпийский огонь? Слушайте. Большая олимпийская семья, олимпийская сборная Россия, которой мы желаем всяческих побед на ближайших и будущих, и вообще на всех соревнованиях. Вообще, сколько можно терпеть это? Сколько можно это вообще терпеть? Масло его уже жарится, а мы стоим тут. Сколько оно может терпеть? Засыпаем, да? Засыпаем, да. Лишнее будет, видишь, мы немножко не дорезали. Немножко не дорезали лука. Значит, вот, друзья, посмотрите, сколько у нас печени, сколько лука, и поймите, что лука должно быть ещё столько же. Да, да. Вот сейчас, Света, мы тебя попросим, так сказать, следить за луком. Причём, обратите внимание, сливочное масло, не растительное масло, а сливочное. Света, оставляю тебя сейчас на кухне. Друзья, Светлана, знаете, отвечает сейчас вот за бассеровку лука. У нас уже всё готово для салата. Свининка у нас уже, как говорится, на верхней полке. Друзья, смотрите нас сразу же после рекламы, вы знаете, что буженина в переводе с молдавского означает будильник. Хотите, буду от мяса бешеным, и как небо меняет она. Хотите, буду неистово нежным, не мужчина. Из кулинарной книги Элтона Джона. Дорогие друзья, программа «Смазло» продолжает наши книги на первом канале. У нас гостяк Светлана Корфина. И мы готовим сегодня запечённую свинину и начинаем только готовить салат из печени. Да. Свет, Свет, у нас вот всё, лук дошёл. Нам нужно сделать достаточно быстро салат. Мы берём с собой тёрочку крупную. Крупную тёрочку. Раз, два. И? И начинаем натирать. Натирать с тобой. Печёнку. Печёнку. Морковку. Начинаем. Вот прямо она. Ты знаешь, нам, наверное, надо вот туда. А она вот сюда, вот видишь? А, всё, давай. Если не сильно, то она прямо вот туда. Вот мы туда и делаем. Вот туда мы натираем. Тебя немножко сухая? Да, она получается такая, прямо как крошица, да, вот так вот тяра? Да. Ну, ты знаешь, она потом как с майонезом. Так, потом она будет с майонезиком. Знаешь, нам ещё надо же орешки, ты помнишь? Самый-то изюм. С орешками, да, орешки, самый-то изюм, да. Это всё будет. Вот скажи, ты же объездила весь мир. Где тебе кухня? Какой стороны тебе близка? Какой стороны тебе нравится? Ну, вообще я всеядна. Кроме, я не люблю есть пирожные тортики. Хлеб я очень редко практически не ем. И морских ежей. Я попробовала. Морских ежей? Мне не понравилось. Ты знаешь, я в руки боюсь его взять. Нет, нет, ну это в каранде, специально, да, я в Италии, знаешь, люблю улитки, вот это всё я люблю. То есть я всеядна. Потому что можно было, знаешь, проще, что сделать? Взять его и в блендер положить всю тюрьку и намелить. Перемолоть. Да, намелить. Но когда ты, согласись, Свет, когда ты делаешь это руками, когда энергетика передаётся, понимаешь, вот, я с твоим названием сделаю вот так. Да, теперь морковку, ладно? И вот, друзья, что у нас получилось, вот. Да. Вот. Такой прямо салат получится у нас на журестве. Всем хватило. Я тебя совсем забыл, я всё время задаю этот вопрос, что ты забыл тебе спросить, а вот этот рецепт откуда? Ты знаешь, это семейный рецепт, да? Во-первых, это мама впервые сделала нам, на какой Новый год уже не помню, этот салат вот печёночный. И мне он так понравился, и, естественно, мы его стали делать практически на все праздники. Во-первых, это недолго, и, во-вторых, очень вкусно. Скажи мне, ну а наследник идей, сыну ли тут вы, что любят, когда мама ему готовит? Ой, так смешно, он выбегает во двор, срывает, правда, всем цветочкам головки, да? Да. С самого соцветия. Так. Вот, берёт ведро и берёт какую-то палку, начинает мешать. Варить суп. И говорит, всё делаешь, суп варю. Суп варю. Вот, друзья, вот и мы, я тоже когда-то в своё время, и Андрей Макареевич так в своё время, всю морковочку. Так, и потом лука, лука, лука. Лука, давай. Так, наверное, уже можно... Мы можем вот так сделать. Перемешивать уже, да? Мы можем перемешать, но ты знаешь, мы орешки с тобой давай доделаем. Орешки. То орешки нам нужно тоже измельчить. Давай. И у нас есть специальная вещь, друзья. Какая-то такая у тебя интересная эта штука вещь. И вот, вот смотрите, что нужно сделать. Вот так. Вот сколько? Хватит нам столько орешков? Давай мы посмотрим. Ну и сейчас вы, друзья, увидите чудо. То есть мы закрываем это. Вот. Переворачиваем. И дальше, друзья, этим орешкам не позавидуешь. Достаточно, Ваня. Достаточно? Достаточно? Смотри. Да, отлично. Высыпаем. Вот самое то, видишь, они не до конца. Да. И в то же время и не орешки. Вот скажи, хватит? Нет, давай еще. Еще? Столько же, вот столько же. Прямо вот эту штуку. Прямо вот эту штуку мы все до сих пор. Если что добавим. Если что добавим. Это все... Детство, проведенное в игровых автоматах Ленинградской области, сказывается. Приговариваем, приговариваем. Так. Есть. Ну, достаточно. Да. Так. Берем майонезом. Берем майонез. И? Пожалуйста. Пожалуйста. Очень не стесняться. Не надо всегда. С майонезом стесняться, друзья. Не надо. Стесняться надо других вещей. А майонеза стесняться не стоит. Да, да. Так. Так. Вот майонез. И теперь самое главное... Что-то еще нам нужно сюда? Все. Все. Ну что, смешиваем? Да. Вот, посмотрите. Вот. Вот прямо такой получается, как салат-паштет, по сути, да? Такой вот. Ну, не паштет. Но все-таки салат. Вот. Ну, посмотрите. Вот такой салат. Можно поаплазировать. У нас практически готов. Давай я выложу. Так, давайте. Ты вот так вот красиво, да, мы делаем? Да. А это про запас на завтра. А у нас, смотри, сколько народу. Ребята, вкусная прям. Да, друзья. Ну, вообще, вот такой вот замечательный печеночный салат. Как мы готовили это блюдо? Итак. Мы взяли, отварили селячью печень. Да. Мы взяли, отварили морковь. Да. Мы на сливочном масле тассировали мелко нарезанные улыбки. Правильно. Мы натерли на терке печень и морковку. На крупной. На крупной терке. И измельчили орехи. Все это мы смешали с майонезом. Пропорции, друзья, на ваше усмотрение и вкус. Это абсолютно... Вот у нас тут сразу... Вот, смотрите, как это могло получиться. Вот такой вот замечательный печеночный салат. Давай вот так. Оставим красиво. Вот так. Вот. Давай мы тут... А, подожди, мы мясо можем выкладывать прямо на тарелке. Мы тоже это красим. Раз. Раз. Внимание. И... Два. Вань, ну как там, а? Вань. Сейчас мы как-нибудь украсим так. Или, может, мясо положим. Вот так вот, да. А очень красиво почему? Вполне, давай. Да? Очень красиво. Пускай будет. Потому что, конечно, лучше мясо есть с... Не картошкой, а с... С листьями салатика. Ну да, чтобы, так сказать, без... Без углеводов. Без такого, без сильного количества, да? Хорошо. Мы уже практически находимся на финишной прямой. Салат мы выбираем сюда. Так, приборы. Я бы хотел рассказать, как мы готовили это блюдо. Итак. Свиная шейка нарезается стейками. Да. Отбивается. Отбивается, отбивается. Солится и перчится. С двух сторон. С двух сторон. После этого мы сверху, я так, чуть-чуть смазали майонезом. Сверху мелко порезанным лучком. А потом помидорку, такую круглую, такую большую помидорочку разрезали. Держишь такими стейками, как будто бы. И положили сверху. И в духовку на 30 минут тоже по готовности. Я все правильно скажу? Да, обязательно следите. Предлагаю попробовать. Предлагаю попробовать. Я с вашим удовольствием. Можно я вот так вот тебе положу? Да, Ваня, это очень. Салатика тебе чуть-чуть вот сюда просто. Вообще Света сейчас... Не рекомендует. Не рекомендует, это есть вместе. Но мы попробуем. Смотрите, как она очень хорошо. Итак, да, Света, пожалуй. Потрясающе. Пожалуйста. Так, сейчас я попробую. Это вкусно. Я прошу поаплодировать, друзья. Спасибо. И это, конечно, лишь начало. Мы не можем тебя отпустить с пустыми руками. Дорогая Света, в год своего десятилетия в России всемирно известный производитель посуды Таповар дарит тебе ультра-плюс для создания кулинарных шедевров набор кухонных инструментов и эту замечательную кастрюлю. Но это еще тоже не все, Света, дорогая. От нашего спонсора, производителя кухонной техники «Пефест» мы хотим подарить тебе вот такую точно варочную поверхность, готовить на которой одно удовольствие. Светлана Хоркер. Спасибо большое. От программы «Смак» аплодисменты, Света, спасибо. Спасибо, Ваня. И еще мы к тебе приедем шашлыки жарить на углях. Друзья, на этом, к сожалению, литературно-кулинарный альманат «Смак» заканчивает свою работу на сегодня. Смотрите нас на следующей неделе. И узнаете, почему первоначально песня Олега Касманова называлась «Эскалоп моих мыслей шагов».